Более подробно об этом поговорим с Тарасом Загородним, это управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте, Тарас, рады вам в эфир, Фридом. Да, здравствуйте. О ситуации на курском направлении, в целом, в Курской области. Давайте сначала начнем с общих заявлений. Общих заявлений именно западных партнеров Украины. Как кто оценивает ситуацию и операцию в Курской области? Ну, насколько я понимаю, рычаги давления и влияния у Украины на данный момент. Украина поставила перед фактом, что теперь будет так война идти. То есть это сильно, конечно, не сильно понравилось многим, в том числе нашим партнерам. Но в данном случае Украина показывает результат, перевернула шахматную доску, показывала, что есть возможность проводить наступательные операции, показала трухлявость вообще Путина, показала, что нет никаких красных линий, которых часто говорят, показала, что сильно пошатнула российскую власть в середине, это очевидно. И поэтому Украина поставила перед фактом, и партнеры были вынуждены согласиться, потому что не все, конечно, есть лоббисты, которые работают на сохранение власти Путина и стабильности России. Но после того, как было показано результат, они были вынуждены согласиться и, скорее всего, будут помогать. Это еще раз показывает, что Украина должна действовать асимметрично, показывать разные точки и бить там, где тонко. Еще важный момент. А почему сейчас в информационном пространстве Российской Федерации тема Курской области уж сильно упрощается? Мол, нету там никакой проблемы, и российские военные справляются со всем, что надо. Но как показывает практика, и если слушать заявление и господина Сырского, то более тысячи квадратных километров российской территории под контролем Украины. Ну, потому что это болезненная тема. Это очень болезненная тема. То есть враг на территории России, ничего не происходит. То есть Путин же первый, там Герасим уже первые дни рассказывал о том, что все уже сделано, уже оттеснено, извините, уже третья неделя, ничего не оттеснено. Более того, там, судя по сообщениям, окружена уже группировка где-то около трех тысяч людей. И это вынуждает российскую власть отыгрывать пропаганде. Но пропаганда не работает, когда 200 тысяч людей оттуда эвакуированы, они сейчас ходят и рассказывают всем, что власть их бросила, ничего не происходит. Путин теряет ореол непогрешимости и теряет ореол великого военачальника, который способен защитить Россию. Сильно подорван престиж России в мире. Ядерное государство, которое не способно защитить свои границы, показывает, насколько трухлявым является нынешний российский режим и показывает, насколько неадекватной является реакция на то, что происходит. И поэтому в этом случае, конечно, они пытаются сказать, что это ничего не происходит. Идет борьба между ФСБ и армией, кто виноват в том, что произошло, и много чего другого. Это не может не радовать. Также стоит отметить, что Владимир Зеленский на пресс-конференции недавно дал понять, что ситуация в Курской области, а именно контроль под вооруженными силами Украины, это на долгую перспективу. Как показывает практика по информации западных СМИ, что украинские военные там начинают окапываться, то есть готовятся к длительной обороне данной территории, которая под контролем ВСУ. ВСУ. Насколько в целом это может повлиять и надавить на Путина, дабы он прекратил свою агрессию против Украины и выводил свои войска оттуда? Ну, я думаю, что это не первая подобная операция. Я уверен, что россиян еще ждут сюрпризы. Возможно, на других направлениях, которые сейчас не обсуждаются. Возможно, Приднестровье, возможно, Беларусь и так далее. Потому что нам нужно сокращать линию фронта, по сути. И в данном случае, конечно же, это будет ударом для них. Это возможность давления. Давление в том числе внутри элит, которые, я думаю, уже понимают, что все идет реально к краху. И поэтому они будут вынуждены как-то тоже предпринимать какие-то меры. Ну, по крайней мере, уровень конфликтности. Ну и смотрите, это еще будет накладываться на то, что россияне идут в осень. А в осень, когда в России наступает холода, а украинские возможности по уничтожению их энергетической инфраструктуры только растут. И они будут наращиваться. Например, Россия сейчас не возобновляет экспорт нефтепродуктов с 1 сентября, переносит их на конец этого года. И в результате мы видим совершенно другую ситуацию. Что под давлениями Украина может организовать фактически хаос в России энергетический. И мы попадаем в историю, когда Украина может повторить то, что было сделано в Первую мировую войну. Когда немецкие войска еще имели возможность оккупировать Францию и даже обстреливать Париж, но были вынуждены уходить со всех территорий под внутренним давлением, потому что страна была уже истощена и не могла дальше проводить войну. Помнится мне, что когда-то красной линией для Путина называли отметку в 100 тысяч смертей российских оккупантов. Потом говорили, что 200 тысяч, но даже сейчас видим больше 600 тысяч убитых и раненых российских оккупантов от начала полномасштабного вторжения России в Украину. Но Путин не прекращает своих агрессивных действий. Уже видим и потери Путиным территории Российской Федерации. Также речь идет и о будущих операциях сил обороны Украины, о которых сейчас информационно пока не говорят. Неужто для Путина уже вообще никакие потери, никакие поражения, я имею в виду в человеческом ресурсе, в тяжелой технике и так далее, для него вообще уже ничего не является причиной отменить эту неспровоцированную войну? А цель только захватить максимально большее количество в данном случае Донецкой области? Ну, смотрите, все же зависит от того, они смотрят, как реагирует российский народ. Если он готов идти умирать за деньги, то они будут продолжать. Если они видят границу, а там все-таки по косвенным признакам можно видеть, по росту выплат наемникам, которых они рекрутируют, значит, возможностей все меньше и меньше привлекает людей, потому что слухи доходят, что не стоит это этих денег, могут и убить, это не будет сафари. И поэтому в данном случае, конечно же, пока есть вот такое молчание российского народа, оно будет продолжаться. Поэтому не иметь, не нужно никаких иллюзий, пока Путин будет при власти, они будут пытаться уничтожать Украину. Какой-то люфт для переговоров создастся, когда поменяется в России власть. Но то, что напряжение они ощущают, это явно. И, по крайней мере, вот... А это может подхлестнуть уже... А это Украина будет добивать российскую инфраструктуру энергетическую, будет приводить к коллапсу, в первую очередь, системы ЖКХ и много чего другого. А учитывая, что Россия это все-таки северная страна, это может иметь далеко идущие последствия и для устойчивости режима, и для хаоса, который Украина может там организовать. Ну и целью Курской операции вооруженных сил Украины было отличение существенных сил российской армии с других направлений фронта, прежде всего с Покровского и Кураховского. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский во время формы Украина-2024 «Независимость». По его словам, цель была реализована, ведь россияне действительно снимают свои войска с фронта в Украине и перебрасывают их в Курскую область. Однако Покровским направлением захватчики не жертвуют и продолжают там ожесточенные атаки. Давайте услышим господина Сырского и обсудим. На сегодня в Курской области под наш контроль взято 1294 квадратных километра территории, 100 населенных пунктов. Также мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении в плен взято 594 российских военнослужащих. На данный момент около 30 тысяч военнослужащих Российской Федерации уже переброшены на Курское направление. И эта цифра растет. Противник пытается снимать военнослужащих с иных направлений фронта, а на Покровском направлении, наоборот, увеличивает свои усилия. Учитывая, что сейчас ведутся очень ожесточенные бои на Покровском направлении, видим, что и в Курской области операция ВСУ проводится. Верите ли вы в дипломатическое решение данной войны, данного конфликта? Ну, я вам сказал, это ситуация в Германии. Не, ну как дипломатическая. Добрым словом и пистолетом можно достичь больше, чем добрым словом. Дипломатия — это добрые слова, а пистолет — это удары по энергетике России. И превращение ее... Ну, представьте себе, например, самый хороший для Украины сценарий — это, например, при морозе минус пять, минус десять раздолбать газораспределительные системы Москвы. Там все ТЭС работают на газе. То есть мы получим хаос в столице. Хаос в столице по доброй русской традиции приведет к тому, что пол России избежит сограбить Россию. То есть это реальные сценарии, которые могут привести к внутренней дестабилизации. Если наша военная разведка говорила, ну, намекала, что готовятся такие лидеры, которые будут тоже устраивать там хаос, то это как раз может привести к тому, что они будут вынуждены уже обсуждать с Украиной не вопрос, как они будут идти, а вопрос, как быстро они будут покидать всю территорию Украины. Потому что после Курской операции и президент Украины, и другие люди высшего уровня говорили, что мы будем требовать границы 91-го года, никакие там какие-то полумеры не будут предприниматься. А наличие войск на территории России – это тоже рычаг давления. Поэтому политика, я бы сказал, военно-политическим путем Украина будет добиваться того, что хочет добиться. Тарас, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Напомню, Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы, с нами был на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.